Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ Парламент. Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адель Нуртай и смотрите сегодня выпуски. На территории Казахстана накопилось 30 миллиардов тонн вторичных ресурсов. Проблему использования техногенных отходов поднял в своем депутатском запросе Андрей Бегинеев. Бесконтрольное перемещение скота через государственную границу Казахстана негативно влияет на эпизоотическую ситуацию в стране. Пресечь незаконный завоз животных из Кыргызстана попросил премьер-министра депутат Роман Ким. А теперь более подробно об этих темах. Депутаты Нижней Палаты Парламента в ходе пленарного заседания Мажелиса озвучили целый ряд депутатских запросов на имя премьер-министра и других членов казахстанского правительства. В частности, Андрей Бегинеев в своем обращении на имя министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Нурлана Капарова затронул тему использования техногенных отходов. По информации Вегинеева, сейчас в Казахстане скопилось более 30 миллиардов тонн вторичных ресурсов, в том числе более 20 миллиардов тонн техногенных отходов горно-металлургического комплекса. Нурсултан Абишевич Назарбаев на Казахстанском международном конгрессе по минеральным ресурсам и металлургии отметил, что их необходимо рассматривать как самостоятельную сырьевую базу. В настоящее время, к сожалению, они никоим образом не используются и, наоборот, идет их накопление. Вместе с тем, нитропользователи расширяют земельные площади под их дальнейшее складирование. Хотя сегодня многие страны успешно их применяют, например, в производстве строительных материалов и других отраслях экономики. Как заявил Андрей Бегинеев, вовлечение в переработку 1% отходов позволит достигнуть снижения инвестиций в минерально-сырьевой комплекс до 2%. А для получения бетона при использовании отходов металлургических шлаков расход цемента снижается на 30-40%. И в этой связи депутат попросил министра доложить о разработке профильным ведомством соответствующей программы по использованию техногенных отходов, а также сообщить о ее перспективности. Также с депутатским запросом на имя премьер-министра Серика Ахметова обратился Роман Ким, в котором он просит главу правительства принять меры по пресечению бесконтрольного перемещения скота через государственную границу Казахстана. Поводом для обращения послужила ситуация с непрекращающимся бесконтрольным перемещением скота на территорию Казахстана со стороны сопредельного Кыргызстана, что, по мнению депутата, ухудшает и без того сложную эпизоотическую ситуацию в южных регионах республики. Из приграничных районов инфекция распространяется в другие части страны, что влечет за собой большую и дополнительную опасность. Усложняет ситуацию и то, что при задержании такого скота в национальном законодательстве области ветеринарии отсутствует компетенция по немедленному уничтожению сельхоз животных неизвестного происхождения. Вместе с тем, даже при наличии в местных бюджетах финансовых средств, в бюджетном кодексе нет статьи, регламентирующих оплату расходов на содержание таких животных. Как сообщил Роман Ким, животные, по которым ведутся следственные мероприятия, содержатся на территории застав и крестьянских хозяйств на ответственном хранении. Между тем, судебные процессы длятся продолжительное время, и в этой связи встает вопрос о персональной ответственности за данных животных. Расходы на их содержание и корм. Нередки по информации депутата, в случае сокрытия зараженного скота и даже попадания мяса больных животных на рынки страны. Другая, не менее важная проблема, связана с наложением карантина и ограничением при вспышках особо опасных заболеваний. Так, решение местных исполнительных органов об установлении ограничительных мероприятий или карантина должны проходить антикоррупционную экспертизу в городе Астане, которая длится, как правило, полтора месяца и более, что в конечном итоге приводит к бессмысленности проведения этих крайне важных ветеринарно-санитарных мероприятий. Учитывая вышезложенное, просим вас принять действенные меры по пресечению бесконтрольного перемещения скота через границу на нашу территорию, недопущение заноса и распространения особо опасных болезней животных, а также устранение других выявленных недостатков. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день на телеканале 24KZ. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok